варит у нас команды героек 165 на них по 15 команду бум очень похожие цифры мы видели в предыдущем матче на шапифаре белин также был коэффициент 165 от быт бум ну по драфту воином согласен с тобой не до конца понял ну ладно будет окей это можно как-то оценить там тире с кэри а вайпер мид это круто это классно вайпер мид это это хайп если чё это один из лучших сейчас героев очень много он героев закрывает паку сложно будет стоять с левела 3 против этого вайпера который сейчас перед потал качает все таланты в коррозе в скин и как будто бы сложно его знаешь очень-очень хорошо должны начать линии у нас что easy lane что оффлайн для того чтобы помогать паку против вайпера ведь по сути у нас хорошие саппорты против вайпера да тускар который помогает тебе с дэмэджем с физовым дэмэджем инча которая приходит с крипом под мид в целом от сайт линии тоже очень много будет зависеть смогут ли навязать да вот этот темп бум есть порции чтобы с сайдов приходили саппорты в мид чтобы у них все хорошо было да в целом надо может постоять соло какой-то часть времени против тимбер но после 6 естественно тимбер будет потихонечку прогонять ставится пауза ну принципе рмк можно сделать и сейчас я думаю не проблема будет что что 22 пару нам может скрипов там кто-то может например уже пак не захочет рмк делать . такая что он скажет не играем отказано но слушай проблема с пингом у нас у давай ламы парни то наверное парни то наверное не в перу сидят-то явно кстати хороший вопрос давай ламану ламана перроны звен на из бельгии он из европы да да поэтому он не знаю возможно передислоцировались но все-таки так большое раньше раньше в дпс с этим был смысл да а сейчас сейчас как понимаю вообще не важно то есть я не знаю даже где-то это учитывается ну ладно у нас же есть регион мена да где команды не зарегистрировались кроме четверых которых пригласили прямым инвайтом наверное какие-то желающие бы появились наверно все же нужно находиться регионе или как минимум надо чтоб три игрока находились в регионе из пяти а в том случае проблема решена ладно не будем как бы тут гадать будет смотреть на действие давай ламы если все будет ок он молодец слушай у нас вайпер начинает со второго спела свою раскачку супер необычно окей возможно именно против пака это так работает в редко я такое вижу у нас драфта вообще изменились после первого матча с почти все герои новые на этой карте фб ильич даже без игры в челоса сам шин плюнули под тактим и инга доигралась на винга очень сильная тут линия очень сильная линия у бумов поэтому да тут венга просто каждые каждые шарды каждый тактим и ее число где-то выжить если ля что будет можно выпрыгнуть тот венга шарды ставятся и все он замедлением ты пока с них выйдешь тебя там реально уже под гриф челом салсом шином да плюют согласен согласен неприятно вайпер уже 11 на 3 и с урами что-то слой а суша пакта не догорит пак живет пак живет ботал приехал можно дышать там буквально 2 маны не хватило аналога чтобы дать атаку использована что слойтова немного повезло приходится динайте рону аналогу потому что он не успевает до проблем у вайпера смыв спидом так у нас не задолжил поздно так пак но вроде же вроде живет живет но ботал щас просто весь улетит чтобы как-то вернуться хороший данной до бизнес крипас данная у нас но понятно да ладно как-то пак восстанавливается будем к этой линии возвращаться думаю на боковых там потенциально больше экшена особенно на топе хотя кейджи явно после ферзблада будут играть намного аккуратнее под войдом бегать крипов отвести не получится спаун заболчен и кейджей как-то не сказать что спешит разблоком что-то по курьеру сентри едет еще ну может быть успеет кстати да может успеет к четвертой минуте разблочить до сентри катится потихоньку тут без пулов будет сложновато стоять потому что если визаж тускара поставят уже линию на место ближе к своему тауру то киева но тут подойти будет сложно крипам не говорю же о том что их надо там да каким-то образом качать да смотри просто вайпер даже не не цель добить крипов чужих а реально есть цель не добить паку добивать не подходить к этим крипам вообще и даже марга не теряет аналог тут готов терять деньги покупать расходники но чтобы пак просто не фармил но мне нравится такая схема да ты может какие-то деньги теряешь что может даже криповки ты не дофармливаешь но зато у противника то вообще ничего нет очень наглый выход от таска вайпер спокойно забирает руну но тут выходит энчантрас и пак выживает аналог до конца битва все же нет все же нет есть убийство для панды есть убийство от ракетки а в момент где пак был уверен что все уже в шляпе работают батарейки еще пару секунд и night за счет виндлейса выходит не хватает ботинка как бы может плохо тут и порешал бы 31 но думаю проблема на центре только начинаются пока легче не станет абсолютно так один скрипов у него на четвертой минуте начало сложновато но в целом в целом не нравится то что делают бум да они понимают что паку надо помогать все-таки что линия очень сложная и надо будет его камбэкать в игру бой да убивает тоже вдвоем даже против таймволка есть прием особенно когда будет еще слабенький по уровню таймволк откатывается долго можно как-то подловить на один таймволк и после этого через шарды разыграть по новой так что есть есть и хорошие новости до прессинг пока какой-то казалось бы и так у него линия это не сахара то еще и саппорта приходит казалось бы куда уже больше давить добивает панду который пытается помочь слой там су и паку ходит держится держится как-то хоть каких-то крипов долбит какой-то опыт получает прессинг бесконечный руны контроля ложка тот вообще нереально на медиа а пульту хотя бы быстро съедают пуш не задается и руна воды на 543 достается аналогу на 3 тут на творца у нас у heroic давай лам у нас подушивает показа в боте у показа очень мало хит-поинтов да да герлендеса ух идеально идеально сделал просто 10 из 10 да и у нас подводится кота просто и сейчас будет происходить ну а давай лама тут спокойно может вообще людей прогонять с линии ему главное чтобы сейчас маны баловат единственное мало ресурсов чтобы сидеть там это не чат разгонять то есть одну пилу нажала всем она закончилась на и катапульта исчезает не особо не особо давала мы хотел цепляться за эту башню я думаю в целом правильно с такими ресами зачем зачем этот риск можно дальше есть кайфовать прессинговать нагу и дальше при пармить не тем самым давай лама этим соло фрагом очень сильно поется по золоту обгоняет и лича которого внимание у нас выход на хектора и волк до конца ждет но сколько ждать не получится ждать вечно ошибся на это ошибся или киван может сказать как то тоже здесь увернулся ждал смотри танки джей забирает руну просто херой к забрали 2 виздомки вот этот ганг вот это ганта получился да будем просто проворонили тайминги но плохо плохо конечно нельзя было вообще нападать на войда если уже сходить из того что мы видели нельзя было так ну и кей же и прорвался через т1 т2 на важнейший момент будем будем это ощущать похоже венчат раз уровень 4 туск уровень 4 до 6 посмотрим ну не то что до 6 до ультимейта в целом что ты по опыту проседать будешь это что саппорт и противника наоборот ему на войда напали убили за второй попытки все-таки убили но тимбер даже без тапульты башки забирают уровень 7 нага выходит в лес 2 кэри страдают и башня упадет и на топе происходит размен пока из всей этой картины единственный герой который выделяется это все еще пак который не камбэка это которого продолжает прессинговать и клок здесь на патруле и вайпер как только видит то пока начинается постоянные плевки да и послушай нас еще вайпер забирает рону регена в рону регена сейчас невозможно сбить если у тебя не фуха по не фулмана она просто не заканчивается нападение у нас тут на вайпера выход очень богатым сколько много дэмэджа у нас просто ты зажая но и тибер как очень влетаете достаточно узкий проход идеальный момент для того чтобы пилить всех стан долетает велич а ильич пила появилась но сушу велич очень круто сражается замедление выдает гриф чил нажал скофилд закрывает коксом себя уже не понять сможете скопил ту лететь летят за ним фамильяры выпал откидывается ракетка пытается помочь добить панду еще одна пила панда сможет ли увернуться ботинок есть но нет узкий проход тут только если было на правую часть карты давить тем 6 очень активная dota у нас но и в эти моменты конечно его это нага говорят спасибо за происходящее можно хоть немножко прочелиться и спокойно пофармить да ну послушай нас у пока до сих пор нет шестого только только сейчас он будет его добивать у слушая ну вот пожалуйста вам американская dota прекрасно у нас только что в миде fight был 4 то 4 мудренький такой причем знаешь команды были абсолютно готовы вообще что одна что 2 отвечать следить байперу хочется чтоб подольше он жил такие моменты ибо пока у него она есть он там дпс но не на уровень тимбера но близко к этому может выдавать аналога быстро вырубили успел он дать вайпер страйк что позволило покупать побыстрее укладно ставить смотри да это именно южноамериканская dota северная америка была намного суше есть парни не стесняются навязывать им файты снова на мид что-то происходит в этот раз это энчантрас вайпер страйк долетает пока пак может догореть от вайпер страйка и польза на но при этом прилетает и в самого аналога аналога съедает по миллиар ильич пытается уйти тимбер пролетает слишком далеко и оказывается закрыть тимбер чейн еще один появится вот-вот и джейп на хосте но не утрите magic missile это очень больно прыжок от войда пила долетает и иван получает лишь ассист это круто это классно это минус 2 основных героя и минус саппорт в размен на вайпера которые себе щас трава лада купить не то чтобы слот который мы позволял драках себя лучше чувствует но пусть будет на и послушай какая же кайфовая игра вообще для у нас для тимбер сол на вас пик просто он всех тут режет просто всех режет и в бой такой план б если что-то пойдет не так мы можем коэффициент посмотреть 117 же на команду героика и больше трех на бум и спорт от бэд бум но пока начало таково что нага с трудом фармит пак не знает как камбэкать пак пока страдает он не может вернуться на мид и мид у него падает катапульты ребята защитили глип у бум есть но не спешат его активируют да и смысла да в этом 0 не хочется не хочется уже коммититься в этот мид тауэр а бум и спорт они очень много отдали уже фрагов да и у коров надо все-таки немножко левела получить потому что пак 7 левел на 11 ну никого не устраивает из команды бум и спортс по крайней мере да видим что нагу у нас еле-еле потихонечку начинает разгоняться у нее близка яша смотри скофилд просто показывает где показ у нас сбегает блочит один спот скофилд красавчик скофилд красавчик понимает где у нас качается нога просто не дает ей разгоняться на час и видит просто нога что тут бегает клок просто надоедает просто надоедает красава очень нравятся такие моменты в топе у нас убивает панду он глубоковато зашел вайпер страйк на него потратили да там там скорее бешеный аналаг сайты ничан разбегал секунд 20 просто загнал ее в этот лес глубокий да и вайпер сейчас новый свайпер страйк там там и чат раз даже непонятно хочет лететь это ультимейт качать ну ладно можно вайпер страйк забирать на себя это будут хорошие новости скофилд букшотом сможет резко ворваться у ее и так мы сочин зайти но выходит кейджей у него будут свап то есть может дать доп контроль на эту ногу нога с ультимейтом успеет ли нажать нет не успеет слишком много урона слишком много урона я вообще не знаю как это все выедать когда тимбер вайпер тебя покосят одновременно ну и ладно еще и винга который magic missile уже 4 и там урона тоже прилично 360 до катка сложноватое у нас вырисовывается для бумов к сожалению не получилось у них вот если что они сделали из плеев хорошего что получилось то вот было выход в топе до когда они забрали tower и потом почему-то решили выйти быстро в мид хотя спокойно можно было качать чужую часть карты можно было спокойно отдать паку в боте стоять просто-напросто любого саппорта мид и кайфовать но нет решили они все-таки подраться и видим что последствия до сих пор они чувствуют до сих пор не могут отправиться потому что у нас счет по моему был там что-то порядка 66 сейчас 8 12 и мне нравится насколько найди закрывает пространство чем-то уже и говорил то есть прилетает нога вниз клок тут же говорит что то есть пармить больше не будешь закрывается большое пространство вот этот лес бесконечный хоть и лесной фарм в этом патче тоже немножко фиксанули там по золоту теперь ты меньше получаешь но тем не менее там совсем небольшие цифры потеряны большая продавля для для ноги как будут вариантов нет все равно дофармить лес и то есть закрывает под эту последнюю надежду то есть и вроде как и герой играет ведь четвером будет вообще не появляется я смотрю на кива но не тут уже реально ему сейчас команда с еще минут десять он придет он будет ставить хроносверку закрывает там тоже ногу и убивать пак догорает сколько же дэмэджи сколько дэмэджи много вносит мужа суши пока вещь плейда нет на четырнадцатой минуте совсем-совсем печальненько все она таким то образом выигрывать бумом время потому что в целом то у них корма чап достаточно хороший и вайпер этим бирса вот они прямо сейчас они короли этой карты могут делать всех все что хотят говорят у нас еще панда и опять аналог ну слушай просто пришел и просолил просто пришел просолил на вайпере зашел в чужой лес и пятерку да да и слушай надо как-то расплитаться надо как-то подумать сейчас от ребятам из бумов где им лучше играть каждом герое потому что и тимбер и вайпер ну что им сейчас делать просто ничего с ним нельзя вообще сейчас драться очень много хороших апсов у нас стоит от героик и сэнтри которые блочат споты посмотри у нас в боте просто три сэнтри которые блочат спот против этой наги нага это увидела скорее все поняла и перетягивается потихоньку в топ но в топе опять же два пса прекрасных стоит у героя так что не очень пока что импонирует игра этого тега и достаточно нового хорошо понимает карту хорошо расплитались понимали где можно поддавить большие молодцы да и не останавливаются аналог снова на охоте невидимость кейджей на себя подбайчивая стан на таск отличную рыб от клока хроносфера но с когами плохо разыграно энчандр стресс к сказал бы что хроносфера было на рановато использовано можно было выждать момент получше прыжок за паком пак должен догорать догорает и таск даже в этой ситуации два минуса да никакого ответа нога далеко было чтобы дать ультимейт помочь своей команде панда гей стан подходит аналог аналог на траволах очень быстро энчандр из должна ой-ой-ой не поверил не поверил аналог что может так глубоко лететь хотя клокер просто там уже говорил что давай вдруг решай да слушай я вот сейчас думаю как-то вот проворонили они темперсона спик видели что они шпикнули нагу во второй стадии и вот и как-то странно так получилось что один из лучших героев при том что не сказать что они там как-то секьюрить линию могли против этого темперсал и исходя из того что твой не такой плохой у ноги я сейчас очень сложно будет камбэк да и ногу просто находят у нас распил еще и по домам и ламы панду туда же можно отправлять она закончилась ну да хочется успеете ли нет вопрос не успеет деревья были чуть-чуть не успели 10000 перевес на 18 минуте огромные цифры мне нравится что герои к ним на секунду не останавливаются в этом как рона отдала уходит пармить и он говорит ладно надо еще немножко посидеть в лесу получить свое такой план игры мне нравится solar crest не так хорош как был и правильно и джей он готов да и вот я вот сильно переживал за ленинг от гектара да и в целом вообще игру против нагина мы видим что timber свайпером но настолько большие что как будто бы я не знаю там это даже не план бы это план c будет у нас и снова нога неужели снова убьют надо петь надо петь было ли вариант запеть я думаю что он просто не ожидал что мопс еще стоит такой глубокий круто то есть закрыли здесь все виженом снизу как мы как ты рассказывал здесь закрыли об сами как ты рассказывал и все и получится а что тебе делать а как играть до тут а ты же не можешь пойти на чужую половину фармить не вариант да да все просто очень круто читает очень круто читает понимает где вообще качается при ожидаешь там 20 минут так зажмут 20 минута тебе не дают выйти уже с базы по сути ты выходишь с базы там к своим казалось бы кэмпам а тебе там давят это конечно смело да еще вот буквально момент был буквально секунд двадцать назад у нас кектор получил манту отправил ее просто на дефтауэра и он получил койл он получил волрус панч тускара и такой смотрит просто качается не спешит никуда как просто пришли три героя убивать иллюзия да и слушай у нас еще одно нападение на показа вроде пока что живет но наконец-то хотя в венгур ну 1 килл за 10 минут 1 да 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 реально реально до этого просто саппорт как изрел то съедали ну хорошо герои ненадолго отступят хотя в целом тот же киван может прийти к своей команде помочь трансферу уже залежалась и удавая ламы маны хватает окей небольшая передышка ну и напомним вам про тысячи прибетов от бутбума которые вы можете получить при регистрации укажите промокод дача используйте промокод прямо сейчас тимбер влетает быстро съедает а это какой у нас счет удавая ламы 1003 1003 да да и проблема в том что я не могу просто найти героев которые помогут этого тимбера убить в моменте да то есть нету не было торна на визаже пока еще в доту не поиграет нас пока вообще умирает в топе у нас пак умер от венги и от вайпера а как такое возможно ну это там вообще же он просто на линию пришел а дальше блок вертолетела ракета и и и и и пак понимала же что он у хукшот прилетит это моргой конечно можешь уворачиваться так что тут тут вопрос только что он такой позиции оказалось а да в принципе то глубоко до руны визу мы забрали у нас heroic забирает у нас еще и терзателя и в медиа у нас еле еле выживает на это целом вайпер согнем шардом наверное наверное можно и пытаться уже под заканчивать эту карту стараться задавливать не знать пока нога там на фарме тебе еще два слота в любом случае у нас heroic все правильно делают абсолютно мне вопросов к передвижением нету потому что он делать так что сюда цене и не стопроцентно ходят честно металл я не 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 помню говорил ли ты про шарт на вайпере да 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 в этом в этом как бы в этом как-то идея почему это можно заканчивать уже ближайшее время что конечно тимбер мы знаем не особо пушат нападение на панду не должны героя давить глубоко мьолнир у кейвана пытается убить тимбера выглядит это достаточно забавно но попытка интересная а варпал на гаман таракидея дальше смог от команды бум ну давайте смотреть что тут могут бум придумать то выходит без ноги наверное 4 на тимбер нападут а не знаю может и не хватит да не хватит точно и шаралов появился поближе был сколько вот хороший может быть ну слушай вот опять герои к нас читают понимают что ни одна линия не пушится и надо прямо сейчас стакнуться нас бьют рошана все может тебя отходят свапнул тимбера снова был пошел тоску летает очень далеко что там параллель строгой стороны будет ждет момента прыгает на панду два саппорта убьют повезло бумом такой ситуации нужно сказать именно так повезло могло быть все еще хуже да ну слушай героик опять же просто все прочитали винга отходила максимально дефла своего тимберсоу и минус рошан сейчас будет до саршаном я и так не вижу как вообще героев можно убить команды дайр тут с рошана прям с аегисом вообще без шансов застопили застопили у нас вообще вот начало геройки прекрасно все они передвигаются очень круто играют ребята да не знаю что будут на второй карте тяжело угадать что у нас очень много новых стаков появилась после сезона 2023 нападение на пока тимбер давид прям койл ставится хукшот очень классно контролит вайпер страйк аналог вообще не жалеет ультимейта пак не пак 200 и 300 просто бы плевые добивает гарантированно 19000 перри фарм при условии что 2 кэри в игре еще не появлялись ну по-настоящему нога 14 будет 123 я не думаю что нога мы увидим вообще игре уже до база падает а база падает уже и база не только база падает но и что делать как сейчас вот дэпить вот этих товарищей вайпер соедис он по салар крестом давай лама просто бешеный этот тимбер и воет еще где-то рядом который уже приближается к своей команде он готов подключаться и помогать забирать да наверное и все казармы могут забирать вот на таком этапе дабы суши лекс я вот просто смотрю у которой игру у тебя 100 процентов in red и неужели люди до сих пор не поняли это будет как в прошлом сезоне мы смотрели за алина и до которые пытались там закон который на фп пикали ребята тут нас пик вообще тимбер залетел то есть насколько все плохо настолько не понимает вообще заметно не шарит ну или давай ламу еще крайне хорош этому возможно дать крипов съели смотри крипов нет бакдор включается драка будет без крипов только с героями не за казарма просто подраться по приколу визаж съедают его хоть он уже и приближался к фонтану к локерка свапой дремкой ломается но башни больше не без кофе выжил но придется уйти ибо крипов нет и какое-то время команда бум выигрывает начали бы сейчас все закончилось вот прямо здесь были бы вполне вероятно мега крипы съедают и таска ну да такой предсмертный хрип то что мы видим от команды бум ребятах старается конечно но проблему ведь не только что там нога еще пока не подключилась проблем ты войт уже очень большой добавляет умирает у нас пока 5 умирает от героев которые не могут пока убить каким-то образом с игра совсем не сдалась ну ленин кленинг такой непростой да вот вайпер пак при том что они видели этого вайпера вайпер пикнулся на first пик никак они его не закрыли ну как на фоне наверное закрыли до пикнув ногу ставится у нас храна сфера просто по пятерки его нужно надоело просто скучно хоть куда-то храна сферу поставить по-моему вторая сфера у нас вообще за игру да да вторая сфера мой сбоков его нажимает таймволк восстановить хп прыжок а давай лама давай лама уже прыгать назад не будет он пойдет ломать всех аналог в этот момент ломает под усилением урона руной казармы падает третьей линии мега крипы на 28 вот такая игра лишена интриги с минуты 10 когда стало понятно что пак не камбэк нет и проблема не только в паке а проблема там и в остальных персонажах наверное поначалу казалось что и лично визаже крайне перспективен и у него счет финальный 422 но просто с десятой минуты мы про него перестали говорить мы перестали увидеть ему не с кем было играть казалось что он один с хорошим на творцом но не может резко тут бегать и убивать хоть и до пар до времени и пытался на миде мы помним как раз таки его перемещение были удачные да переписали